Привет, меня зовут Татьяна Арт, это кулинарный канал Вкуснячус. В преддверии светлого праздника Пасхи хочу поделиться с вами интересным рецептом вкусной и нарядной выпечки. И сегодня в хорошем настроении и благоприятном расположении духа, как и полагается, будем печь пышные, воздушные, очень вкусные пасхальные гнездышки или миниатюрные калачки, которые превосходно смотрятся на столе, радуют своим вкусом и поднимают настроение. Из ингредиентов нам понадобится 500 грамм просеянной пшеничной муки, 250 миллилитров молока, 120 грамм сливочного масла, 140 грамм сахара, кунжут для украшения, 2 яйца, щепотка соли, 100 грамм изюма и 30 грамм живых дрожжей. Процесс изготовления этой выпечки крайне деликатный. Во время приготовления теста важно думать о хорошем, никуда не торопиться, чтобы на кухне царил позитивный праздничный настрой. Перед началом приготовления муку для пасхальных гнездышек нужно хорошо просеять, чтобы она насытилась кислородом. Добавляем в нее щепотку соли, сахар и хорошо перемешаем. Затем делаем углубление в середине и раскрошим сюда дрожжи. Они должны быть свежими, нежными, мягкими, как пластилин. Благодаря хорошим дрожжам, тесто получается нежное, воздушное, насыщенное мелкими пузырьками воздуха. Вливаем сюда потихонечку тепленькое молоко, затем добавим еще два яйца и все тщательно перемешаем. Получается красивая, желтенькая, слегка жидкая масса. Накрываем миску пищевой пленкой, затем полотенце и даем постоять 15-20 минут. Важный момент, все продукты для приготовления выпечки нужно достать из холодильника заранее. Во время смешивания они должны быть комнатной температуры. Только молоко должно быть чуть-чуть теплым. Тесто поднялось, нам этого вполне достаточно. Кстати, как проверить активность дрожжей? Смотрите, берем немного теплой воды, добавляем пол чайной ложки сахара и пол чайной ложки муки и дрожжи. Перемешиваем и смотрите, через короткое время на поверхности появляется вот такая шапочка. Это значит, что дрожжи активные и их можно использовать. Теперь добавим сюда изюм, растопленное сливочное масло и хорошо перемешаем. Изюмчик сначала, затем масло. Кстати, благодаря сливочному маслу тесто получается очень гладкое, ароматное. Приобретает выпечка потрясающий вкус. Будем сначала аккуратно вымешивать руками, постепенно подсыпая просеянную муку. Затем переложим все это на рабочую поверхность. Тесто будет очень сильно прилипать к рукам, поэтому через некоторое время советую вам их помыть и смазать растительным маслом. Здесь у меня немного масла, положу его рядом. Итак, смажу руки заранее и начну вымешивать. Вымешиваем, пока не впитается все масло. Тесто очень приятное, очень нежное, но понадобится еще немного муки и будем ее аккуратно подсыпать. Главное понемногу, чтобы тесто было таким воздушным, не тугим. Масло практически полностью разошлось, впиталось в тесто. Подсыпаю муку. Затем опять смажу руки растительным маслом и продолжу вымешивать. Тесто уже достаточно податливое, не так сильно прилипает к рукам, поэтому можем переложить его на рабочую поверхность, присыпанную просеянной мукой. И продолжаем вымешивать здесь около 20-30 минут. Делать все это нужно с усердием и, конечно же, с любовью. Но тесто на ощупь настолько приятное, я даже не могу вам передать словами, просто хочется его вымешивать и вымешивать. Изюмчик может вот так вот немного отскакивать, ничего страшного, возвращаем его обратно. Кстати, я его заранее пропарила, хорошо промыла и просушила. После того, как вы закончите, вымешивать тесто для гнездышек, скатайте его в шар и переложите в миску. Тесто должно будет еще раз подняться. Миску я смазала растительным маслом. Все, накрываем пищевой пленкой, затем полотенцем и оставим постоять еще 30-40 минут. В помещении, где подходит дрожжевое тесто, должно быть тепло, так как оно метеозависимое или метеочувствительное и не любит сквозняков. Тесто получается мягкое и воздушное, как облачко. Вот оно, очень приятное на ощупь. Перекладываем его на стол и будем делить на несколько частей. Вот оно такое мягкое, податливое. Я разделю его на три части. На глаз. Раз, два и три. Затем каждую из этих частей делю пополам. Теперь беру кусочек теста и скатаю вот в такой жгутик. Примерно такой длины. Стараемся, чтобы он был одинаковой толщины. Проделываем то же самое со всеми остальными кусочками теста. Снова разрезаем все эти кусочки пополам, примерно на глаз и опять скатываем более тонкие жгутики. У нас в целом должно получиться шесть маленьких калачиков, то есть шесть гнездышек. На каждый калачик по два жгутика. Откладываем в сторону и раскатываем. Примерно вот так. Берем попарно два кусочка теста, которые мы раскатали в жгутики и плетем попарно косички. Вот так очень просто. Затем сворачиваем эти косички в кольцо, чтобы получился маленький калачик или небольшое гнездышко. Перекладываем калачики на противень, на пергаментную бумагу, смазанную растительным маслом. В середину каждого я поставлю вот такую силиконовую формочку, чтобы во время выпекания в середине осталось место. Чуть позже вы поймете, для чего это нужно. После того, как я поставлю в каждый калачик, в каждое гнездышко вот эту формочку, накрываем выпечку, будущую выпечку полотенцем. И пусть она еще постоит около десяти минут. Смазываем гнездышки взбитым желтком с молоком. Затем посыпем кунжутом. Выпекаем эту красивую пасхальную выпечку в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. Получилась удивительная нарядная пасхальная выпечка. Мы достали из каждого гнездышка силиконовые формочки и вместо них поставили вот такие красивые нарядные бумажные. А в центр кладем пасхальное яйцо, обвязанное ленточкой. Можно подавать эту красивую выпечку к столу, поставить ее рядом с Пасхой и другими вкусностями. Лично мне она всегда поднимает настроение. Пасха – самое радостное и светлое торжество. И я надеюсь, что эти пасхальные гнездышки сделают ваш праздничный стол особенно нарядным. Порадуют ваших родных и гостей своим нежным вкусом. Пеките на здоровье! Подписывайтесь на наш канал. Новые видео. Каждую неделю впереди много интересного. Ставьте оценки, если видео вам понравилось. Жмите на колокольчик. А мы увидимся очень скоро.